Игровая социальная сеть GamePilot представляет А еще и пираты на службе государства То есть у них как бы была лицензия на пиратство Лицензия на пиратство Игра Дакелла вышла в 2000 году И что удивительно, Bethesda Softworks издавала ее в Европе Ну что же, начнем 1630 год, наш протагонист Англичанин Николас Шарф впервые отправляется в море И тут к нему приходит мама и говорит, мол Ник, твой батя тоже был моряком Он покинул нас, но оставил тебе свой медальон И вот сейчас мы впервые увидим лицо героя За которого нам предстоит играть Что это за даун, наркоман? Без обид, 2000 год Я все понимаю Графика развита довольно слабо, но... Не настолько Однако внешность не помешала Николасу отправиться в путь И вот, однажды на корабль героя напали Многие погибли в тот день А сам он оказался в плену И тут он такой звонит по телефону А потом понимает, что телефон еще не изобретенный Просто смотрит в окно В общем, из заключения Николас сбегает И угнав корабль, приплывает на английский остров Хайрок Где мы и начнем играть По большому счету геймплей делится на две части Первая, вы можете проходить сюжетную линию И вторая, вы можете взять корабль И просто пойти нагибать Правда, сперва Все-таки придется пройти пару заданий Ибо на этом корыте Враги для вас станут непотопляемые, как рыбы Кстати, вот момент из заставки И у меня такой вопрос Почему Николас не угнал любой другой корабль, кроме этого? Какого хрена он взял с самой маленькой и всех, что там были? Так что из-за этой оплошности умирать будет в основном ваш герой Причем способов умереть в этой игре огромное количество Корабль Николаса могут просто уничтожить Ваша команда может погибнуть при абордаже Если не платить команде жалования, то она поднимет бунт Во время шторма можно не заметить скалу Разогнаться, врезаться в нее и пойти ко дну Ну и наконец, можно просто получить по щам Если вы будете выбирать очень дерзкие ответы в диалогах Минусом является то, что на все эти разнообразные моменты всего три заставки Как вы можете видеть первую, Николас болтается на мачте Вторая, наш капитан пьяный в куче мусора Николас блеет после какой-то дичайшей тусовки за борт Правда, есть одно но Корабль под водой Передвижение в этой игре происходит вот так Вы открываете карту Определяете примерно направление Смотрите на компас в правом верхнем углу И плывете Конечно, это занимает многовато времени Но разве мы куда-то торопимся, когда играем в игру? Ах, прекрасный вид Довольно медитативно Ну ладно, конечно же это происходит не так В игре нет открытого мира Он состоит из локаций Проще говоря, на определенном моменте Остров просто перестанет отдаляться Карта же нужна как раз для перемещения между локациями Здесь происходят случайные встречи с другими кораблями И обычная это от одного до пяти кораблей, которые вы можете или проигнорировать, или атаковать Иногда вам не оставляют выбора, но вы всегда можете снова юзнуть карту Правда, очень редко вам может попасться вот такая вот тусовка Ммм, да, пожалуй лучше с ними не ссориться В игре присутствуют четыре фракции Англия, Франция, Испания и пираты Вы можете выбрать любую из них Главной целью будет увеличение власти, выбранной вами стороны Однако наиболее интересны все-таки внесюжетные квесты Вот, например, этот стражник просит нас принести ему выпить рома А когда выпивает, то его друг просит нас принести выпить и ему Это вроде бы простое задание, не особо интересное Но оно как-то сближает тебя с сюжетом В общем, разговаривая со всеми NPC на локациях Вы очень сильно разнообразите свою игру В общем-то до сих пор я хвалил игру, но в ней есть довольно едкие минусы Первый минус Я говорил, что во время передвижения между локациями происходят рандомные встречи Но их слишком много Слишком Когда вы плывете отсюда досюда Это не так заметно Но когда вам нужно плыть отсюда, на другой конец карты Это реально ощущается Ну, посмотрите сами Сколько уже рандомных событий произошло, а мой корабль даже не появился на этой части карты И плыть тут очень долго И это как-то тормозит, что ли Я не знаю Ну и конечно, на более поздних стадиях игры это ощущается еще больше Сюжетные квесты По логике, их должны вам давать квестовые персонажи И по всей той же логике, квестовые персонажи должны как-то выделяться Ну, например, квестовый персонаж это губернатор во дворце Тут все просто Но оказывается, что вот этот простой прохожий тоже квестовый персонаж Как я должен об этом догадаться? Понятия не имею Мало того, что никак не выделяется Так еще и появляются такие NPC Только в зависимости от вашего текущего прогресса То есть, здесь никого нет И соответственно, квест взять не у кого Но на самом деле, когда вы дойдете до определенного задания Здесь будет сидеть квестовый NPC Из-за этого задания разыскать французские пушки я пройти и не мог Потому что вам говорят Иди и найди пушки Но нигде их искать Или кто бы мог знать, где их искать Вам не говорят То есть, я должен обыскать все локации Учитывая, что в некоторые из них Нельзя попасть, не предав Англию Конечно, сейчас можно найти прохождение, скажете вы Но, когда я впервые играл Даже интернета не было Третий минус Боевая система Поначалу она довольно сильно забавляет И вообще Эту игру стоит запускать как раз из-за морской тематики Но бои с другими кораблями надоедают вам практически сразу Потому что ничего не меняется Посреди открытого моря Или возле какого-то острова Вы плаваете и либо топите корабль Либо берете его на абордаж Никакого разнообразия Захват форта еще более скучная вещь Все очень однообразно Каждый захват абсолютно одинаков Нет, ну конечно меняется форма, местность Но суть остается та же Да, и реальный захват То есть поменять подданство форта Ну, например, был испанский, а стал английский Можно лишь только во время выполнения заданий Которых здесь два или три на всю игру Система повышения ранга За каждое выполненное задание или уничтоженный корабль Вы получаете опыт С достижением определенного количества очков Вы получаете новый уровень Или как в игре он называется Ранг Чем выше ранг, тем более крутой корабль Вы можете себе позволить Вот тут вроде бы все просто Но смотрите, здесь уже четвертый ранг А до следующего нужно еще почти 400 тысяч Но максимум 20 тысяч вы получите за захват форта То есть мне нужно захватить 20 фортов Или фортов, я не знаю как правильно И поверьте, это задание не из веселых А для третьего ранга мне нужно будет еще больше очков То есть игра стимулирует вас на задротство Ну правда сейчас эту проблему легко решить Просто скачав сохранение Но повторюсь, когда я впервые играл, интернета еще не было Я нашел довольно много минусов Но поверьте, даже сейчас Если вы запустите эту игру То вы проведете довольно весело вечер А то и два Просто потому, что несмотря на все эти недосчеты Все-таки над игрой действительно работали С вами был Григорий Бородин Заходите на GamePilot Вступайте в официальную группу ВКонтакте Следите за новостями Рассказывайте об этом ролике друзьям Будьте няшами И больше читайте Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok